Каждый, кто смотрит это видео, публичный спикер. Поймите, что умение общаться и четко доносить свою мысль – ключ к успеху в жизни. В этом видео я научу вас говорить так, чтобы вас слушали. Первый совет, как великолепно выступать на публике – не нервничайте, будьте взволнованы. А это большая разница, хоть и есть сходства. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, стою перед камерой, я испытываю это чувство. Если я скажу, что нервничаю, это приобретает негативный оттенок. А если я скажу, что взволнованный предвкушаю, это гораздо позитивнее. Второй совет, знаете о чем говорите? Самые простые выступления – те, где вы являетесь экспертом. Как стать экспертом? Друзья, начните с чтения. Я начал с чтения о мужском стиле. Эти четыре книги заложили хороший фундамент. Я стал экспертом в этой теме. Поэтому говорить об этом, готовить выступления и снимать видео – невероятно легко. Энергия. У вас должна быть энергия. Когда вы выходите на сцену, стоите перед камерой – это сродни укусу вампира. От зрителя требуется много энергии. И когда вы находитесь на сцене, не бойтесь быть немного артистичнее. Это хорошо. Лучше иметь избыток энергии, чем недостаток. Четвертый совет – справьтесь с синдромом самозванца, заработав свое место. В том смысле, что вы можете быть не местным человеком. Вас могли пригласить выступить. И вы думаете, что недостойны быть там. Может вы не лучший, но прилагаете усилия, трудитесь, и вы заработаете право стоять на сцене. Следующий совет – как лучше выступать публично? Инвестируйте в себя. Начните с книг. Вы должны быть заинтересованы. Для этого нужно потратить время и деньги. Ищите курсы онлайн. Итак, мой следующий совет, чтобы стать великолепным публичным спикером – продайте ваше собственное мероприятие. Да, это может быть работа кого-то другого, кто держит свои булки в кресле. Но вам нужно привлекать внимание людей. Я сделал это, и люди пришли. Что вытекает в следующий совет. Вы знаете свою аудиторию, ведь вы их и пригласили. Вы уже разговаривали с ними. Понимаете, кто они такие? Ведь если вы не знаете свою аудиторию, например, вы можете подумать, что они новички. Но оказывается, что они опытные юристы, а вы говорите об основе права. И вы их просто потеряете. Далее вам нужны люди, с которыми у вас уже есть контакт. Я называю их маяками. Ваши чирлидеры. Люди, которых вы знаете. Вы знаете их имена, их истории, и с которыми вы можете поддерживать зрительный контакт во время выступления. Иными словами, это ваша поддержка. Следующий совет. Практикуй, записывай, следи за хронометражом. Практика – это не путь к совершенству. Практика закрепляет навык. И если вы делаете много ошибок и практикуете, совершая их, вы продолжаете их повторять. Поэтому записывайте себя. Вы смотрите запись, замеряете время. Ведь вы можете подумать, что история занимает минуту, а на самом деле пять. А это отразится на выступлении. Итак, практикуясь, вы исправляете и улучшаете вашу речь. А это становится возможным, когда вы записываете себя и следите за временем. Далее, не злоупотребляйте визуальными эффектами и используйте их творчески. Я специально выбрал такой порядок, потому что я считаю, что у большинства людей, делающих слайды, они тотально ими злоупотребляют. Люди читаются слайдов, забивают их информацией. Не опирайтесь на свои слайды, ведь это ваша презентация. А если с файлом будут проблемы, вы сами облажаетесь. Используйте слайды, которые предназначены для улучшения выступления. Так они вас дополняют, а вы не зависите от них. Этот ботинок – визуальный объект, я могу говорить о нем хоть целый день. Окей, это видео не о ботинках. Но вы увидели, что хороший визуальный объект добавляет энергию и желание говорить об этом предмете. Следующий совет – разбейте вашу презентацию на части. Итак, что звучит более устрашающе – выступление из шести пятиминутных презентаций или одна тридцатиминутная. Ну, зависит от человека, но для меня много небольших презентаций гораздо легче. В любом случае, у вас становится больше контроля. Вы можете разбить ее на части во время практики, записи и хронометража. Так вы получите структуру. Так будет гораздо лучше и интереснее для аудитории смотреть и вам выступать. Далее убедитесь, что провели разведку. Проведите разведку, где вы выступаете. Проверьте помещение, насколько оно большое. Где будут сидеть люди. Где буду стоять я. Что со светом. Проверьте аудио и видео. Я хочу посмотреть, как мой голос будет звучать. Где будет вода. Так что задайтесь этими вопросами заблаговременно и предупредите себя от головной боли. Далее поговорим о вашем теле. Накануне у вас должен быть хороший ночной сон. Зубрежка не поможет вам выучить презентацию. Друзья, вам нужно поспать. Далее убедитесь, что выпили немного воды. Что поели, как обычно. Не нужно есть непривычную для вас еду. Иначе может расстроиться желудок. Знайте, где находится туалет и сходите туда перед выступлением. И говорите со своим телом. Не бойтесь использовать движения руками. Не бойтесь использовать позитивный язык тела. Не бойтесь использовать ноги. Вы можете шагать по сцене. Я наблюдаю, как люди очень удачно. Опять же, они это тренируют, сходят со сцены и взаимодействуют с аудиторией. Так что используйте ноги и руки во время общения и выступления. И как не сказать об этом. Господа, вам нужно одеться для успеха. Одежда должна быть частью выступления. И это главное. Вы должны оправдать ожидания. Я не говорю, что вам нужно надеть спортивный пиджак, костюм или смокинг. Но я говорю, что вам нужно подумать, какой посыл вы хотите донести. И убедитесь, что вы это делаете. У людей есть представление о том, кто дает информацию. Убедитесь, что вы одеты соответствующе. Ну что, друзья, сейчас я хочу немного посмеяться над собой. Посмотрите старое видео. Пять советов для публичного выступления. Я выложил его год назад. Посмотрите, насколько я плох. Напишите в комментариях, я стал гораздо лучше или хуже. В любом случае, господа, независимо от того, плохи вы или хороши в этом деле, вы всегда можете развиваться. Вы всегда можете стать лучше. И это начинается с вложений в себя.